В декабре 2020 года на первом закате, если помните, ковидной пандемии, Узбекистан получил статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Стоит признать очевидно, страны объединения являются нашими основными торгово-экономическими партнерами. На них приходится более четверти всех экспортно-импортных поставок. В ходе рабочего визита в Россию в столь знаменательные дни Шавкат Мерзьёев не только принял участие в параде по случаю 79-й годовщины Победы во Втором мировой войне, но и принял участие в 10-м заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также провел встречи ТТТ. Ташкент изначально позиционирует диверсифицированный механизм внешнеполитического, внешнеэкономического сотрудничества. Да, главы государства сложно поддерживать баланс. Да, иногда воздействие внешних факторов становится все более ощутимым. Но, как особо подчеркнул наш с вами президент, цитата, У меня в приоритете только одна сторона – там, где находятся национальные интересы Узбекистана и его народа. И в данном контексте добавить нечего. Внешняя политика Узбекистана выстроена именно так, что прежде всего учитываются интересы народа Узбекистана. Диалоги направлены на расширение взаимного сотрудничества. Активность на площадках межгосударственных структур сегодня возрастает. Еще одним примером тому является рабочий визит президента Узбекистана Шавкета Мерзиоева в Москву по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина. С тех пор, как в 2020 году Узбекистан получил статус наблюдателя в Высшем Евразийском экономическом совете, участие президента Шавкета Мерзиоева в этих саммитах объединение стало традицией. Диалог в подобном формате позволяет рассмотреть актуальные вопросы, связанные с расширением многостороннего экономического сотрудничества, создать благоприятные условия и определить новые точки роста, при этом расширяя торговые отношения. За это время налажено конструктивное сотрудничество с Евразийской экономической комиссией. В рамках совместного плана работы проведены многие мероприятия по гармонизации законодательства с международными стандартами, обмену опытом регулирования экономики, устранению проблем в торгово-экономической и транспортно-коммуникационных сферах. Наша же страна участвует в содействии торговли, а также в отдельных программах и сетевых проектах в сфере транспорта, сельского хозяйства, экологии и туризма. Президент Республики Узбекистан Шавкет Мерзиоев принял участие в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в качестве главы государства-наблюдателя. На саммите были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения многостороннего торгово-экономического сотрудничества, поддержки проектов помышленной кооперации, реализации совместных программ в приоритетных направлениях взаимодействия. Лидер Узбекистана особенно подчеркнул, что в нынешних реалиях поддержка и стимулирование торгово-экономических связей наших стран, продвижение проектов кооперации и создание условий для роста взаимных инвестиций имеет первоспепенное значение. Участие нашего президента на создании Высшего Евразийского экономического совета имеет фундаментально важное значение для продвижения экономических интересов нашей страны по наиболее приоритетным направлениям сотрудничества с данной многосторонней структурой. По своему содержанию выступление президента Узбекистана носит программный характер. Им была дана оценка итогов взаимодействия нашей страны с Евразийским экономическим союзом в качестве страны-наблюдателя. Президент Узбекистана выразил мнение о важности расширения данной площадки за счет числа компаний стран-партнеров, таких как Куба, Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Монголия, Вьетнам и Индонезия. В ходе заседания глава нашего государства озвучил приоритет Узбекистана в сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом. Предложено подготовить новый комплексный план совместного мероприятия между правительством нашей страны и Евразийской экономической комиссией на среднесрочную перспективу. Говоря о сотрудничестве Узбекистана с ЕАЭС, в статусе наблюдателя глава нашего государства подчеркнул рост объемов взаимного товарооборота, прежде всего за счет увеличения поставок промышленной продукции. Одновременно повышается доля расчетов в национальных валютах, запущено свыше 1000 совместных предприятий и проектов. Растут объемы грузоперевозок, удвоилась частота регулярных авиарейсов. Вместе с Евразийской экономической комиссией проведено три заседания рабочей группы высокого уровня и в полном объеме реализованные мероприятия совместного плана. А президент Узбекистана отдельно остановился на приоритетах взаимовыгодного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Первое. Узбекистан заинтересован в расширении практического партнерства и более активном участии в реализации многосторонних проектов отраслевого взаимодействия в рамках стратегических направлений развития ЕАЭС. В этой связи предлагаем подготовить новый комплексный план совместных мероприятий правительства Узбекистана и Евразийской экономической комиссии на среднесрочную перспективу. Уверены, что эффективной реализацией данного документа будут служить скорейшее принятие механизма регламентирующего и вопросы полноценного участия в государств наблюдателей в проектах. Члены ЕАЭС среди основных внешнеторговых партнеров Узбекистана. Среди тех инициатив, которые были выдвинуты на очередном заседании, такая важная инициатива, как создание нового плана сотрудничества между Республикой Узбекистан и Евразийской экономической комиссией, которая является основным рабочим органом ЕАЭС. Надо отметить, кстати говоря, что за три с лишним года, которые прошли с момента, как Узбекистан стал наблюдателем в ЕАЭС, уровень торгового оборота Узбекистана с государствами ЕАЭС вырос на 60%. Предложения президента Республики Узбекистан Шавкат Мирамоновича Мирзеева, они получили очень интересный и такой позитивный отклик со стороны экспертного сообщества государств, членов ЕАЭС. На мой взгляд, расширение сотрудничества Республики Узбекистан с ЕАЭС, оно будет способствовать процессам улучшения общего социально-экономического положения как нашей республики, так и наших соседей по региону. В качестве второго приоритета президент вырезал готовность к взаимному устранению барьеров и ограничений в торговле со странами ЕАЭС. В связи с этим Узбекистан запустил процедуру присоединения Узбекистана к правилам определения страны происхождения товаров от 2009 года. Как отметил президент, конкретными практическими шагами в этом направлении могли бы стать организация электронного обмена данными о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через наши таможенные границы, интеграция информационных систем, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, принятие плана по сближению мер технического регулирования и применение электронной сертификации. Со стороны президента были выдвинуты инициативы об дальнейшем использовании Республики Узбекистан и подключении Республики Узбекистан к единой транзитной системе, которая используется в странах ЕАЭС. В частности, в случае подключения к данной системе, что будет реализовано в Республике Узбекистан и что почувствуют на себе наши предприниматели. В случае подключения к данной единой автоматизированной транзитной системе всех стран, наши экспортеры не будут заполнять транзитную декларацию в каждом государстве. Единая транзитная декларация заполняется в стране экспорта, в странах транзита она будет признаваться, и эта информация в дальнейшем будет передаваться через единую информационную систему. Навешанные электронные навигационные пломбы со стороны узбекских таможенников будут признаваться в других странах, и транспортные средства не будут подлежать таможенному контролю на каждом приграничном таможенном посту. Будет признаваться единое гарантийное обеспечение по таможенным платежам, которое будет выписываться в Республику Узбекистан, и оно также будет признаваться в соседних странах, и не обязательно будет заново получать данную гарантию в виде банковской гарантии, в виде страхового полиса на приграничных таможенных постах. Продолжая выступление, президент отметил о важности интенсификации тесного диалога по развитию транспортного коридора с север-юг в направлении рынков стран Южной и Юго-Восточной Азии Ближнего Востока. В этом плане приветствуем правдотворные итоги первой встречи руководителей транспортных ведомств по развитию мультимодального маршрута Беларусь, Россия, Казахстан, Узбекистан, Афганистан и Пакистан, состоявшихся в конце апреля в городе Термезе. В целях упрощения процедур транзита между нашими странами уступаем за разработку комплекса мер по цифровому взаимодействию с внедряемой единой системой таможенного транзита ЕАЭС. Президентам особое внимание было отделено развитию транспортных коридоров. То есть это в первую очередь север-юг коридор, который, начиная с России, заканчивается Индией. То есть это две основные и производители, и потребители в данном регионе. Узбекистан уже подал заявку на участие в данном коридоре. Вместе с тем Узбекистан был выведен в дополнение к коридору север-юг, новый коридор, который был поддержан странами. И 1 ноября, если мы подписали меморандум о взаимопонимании и развитии данного коридора со странами Беларусь, Казахстан, Россия и Узбекистан. По данному коридору также был в апреле месяце был подписан план действий, согласно которому мы в скорейшем будущем проведем автопровект для изучения узких мест по данному коридору. Оба этих коридора что даст Узбекистан? Это в первую очередь выход к морю, выход к мировому океану, что в конечном итоге позволяет удешевить все товары, их перевозку не только в части импорта, а также в экспорте. Кроме этого, Узбекистан, находясь в стратегической локации в Центральной Азии и в середине данных коридоров, позволяет развивать его транзитный потенциал, что увеличивает, в первую очередь, использование инфраструктур в Узбекистане, развитие инфраструктур, что в дальнейшем позволит дополнительно привлечь инвестиции в создание новых рабочих мест, новой инфраструктурой, придорожной инфраструктурой для пользования транспортными средствами. Особое внимание глава нашего государства также уделил поддержке проектов помышленной кооперации и программ локализации производства востребованной продукции, Чтобы договоренности приобрели практический характер, глава нашего государства предложил разработать отдельную четкую дорожную карту, предусмотрев размещение новых мощностей в индустриальных зонах и технопарках, совместно создаваемых в регионах наших стран. Еще один немаловажный пункт из речи главы Узбекистана. Казалось налаживание системной работы и расширение сотрудничества по развитию евроазийского агроэкспресса, внедрение зеленых и водосберегающих технологий. Отдельно отмечу важность налаживания системной работы и расширения сотрудничества с органами Евразийского экономического союза по таким важным направлениям, как поддержка создания совместных агропромышленных кластеров и логистических центров, выработка общих подходов и тесное сотрудничество в вопросах преодоления последствий изменения климата. Одно из очередных заседаний соответствующей рабочей группы предлагаем провести в Узбекистане. Формирование благоприятных условий социальных гарантий деятельности трудовых мигрантов в наших странах с подключением цифровым платформам. Разработка совместных туристических программ и продуктов, направленных на кардинальное увеличение туристического обмена. Считаю, что все указанные направления могли бы найти отражение в новом плане среднесрочного сотрудничества. В частности, для нас очень важна была инициатива по туризму, а именно комплексный подход и качественное улучшение туристического обмена между Узбекистаном и странами-членами данной организации. В компоненте туристического потока в страну страны и АЭС имеют достаточно внушительную долю. И очень приятно, что меняется качество туристов из этих стран, растет сроки их пребывания, а также растет уровень расходов, скажем, трат данных туристов. Данная инициатива очень коррелируется с той динамикой, которая была сформирована между нашими странами благодаря мерам поддержки, благодаря активным инициативам по расширению деловых контактов между туристическим и бизнесом. Последствием новых маршрутов перспективных мы сможем в несколько раз увеличить туристический поток между нашими странами, а именно важно подключить к этому процессу регионы наших государств. Буквально, например, последняя ташкентская туристическая ярмарка показала, что когда большинство этих стран наряду с страновыми стендами также принимали участие отдельным стендам регионов. То есть это очень важный результат, важный импульс для улучшения сотрудничества, для расширения сотрудничества по расширению актуальных вопросов повестки дня и выдвинули свои предложения по развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами.